Сделано в Вятке Сделано в Вятке наша историческая программа с нового эфира Добрый день, у микрофона Владимир Сметалин Я напомню, что имя, название Вятка мы вам предлагаем принимать и трактовать не буквально, то есть не название нашего города, а некое такое культурно-историческое явление Вятка, все мы вятские, да? Вятский Николай Голиков, еще раз добрый день Еще раз добрый день Вятский горожанин Петулина Даже значок есть Премия наша, напомню, существует такая Вятский горожанин Да, Евгений Петонин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретроклуба Сегодня мы решили продолжить тему, начатую с Евгением Алибертовичем две недели назад Мы говорили о советских меломанах, о том, что, как, на чем, по чем Слушали жители города много десятилетий назад Мы там прошли по 50-м, по 60-м, по 70-м и позже, годам 20-го века Давайте сразу скажем, что у нас сегодня экспонат, такой необычный, присутствует в студии Евгений Алибертович принес штукенцию, выпущенную... В 60-м году В 60-м году, боже мой Мне два года было Ну, 57 лет назад Мне был один Я работаю до сих пор В общем, сегодня мы будем ностальгировать, но так результативно ностальгировать и хотим освежиться У вас какие-то воспоминания наши слушатели, если вы неравнодушны были к этой теме и стремились, искали слушать что-то новое, необычное, не то, что традиционно представлялось, да, в нашем городе и вообще в стране целом? Будет несколько слов, Евгений Алибертович, про аппарат А сейчас дойдем Катушечник, дойдем Ну, я открою тайну, что мы будем говорить о магнитофонах Вот в той передаче, очень жалею, что не хватило времени, пришлось там под конец штрихами пройти, спровинил, пропластил и напомню, было Вот, если мы вернемся в 50-е, то одна субкультура, это подпольные пластинки на ребрах, пластинки, которые покупали с рук, там привозили и за границы, а вторая часть субкультуры, ну, она началась, наверное, в 60-е, это были магнитофоны и магнитная запись Вот об этом сегодня хотелось бы вспомнить Давайте Вот Первые магнитофоны появились, конечно, еще в 30-е годы Вот, писали они на проволоке, ленту не изобрели, вот, была даже говорящая бумага в России, такой аппарат Говорящая бумага, давайте посмотрим Да, на магничная бумага, лента шла, но это больше были либо игрушки, либо аппараты для спецслужб, вот, даже в фильме про Штирлица был показан аппараты, где прослушивал, вот, и чего-то Но это были огромные машины, занимающие целый угол, вот, у нас они тоже появились на рядке, но, скорее всего, это было Появились у кого? В ЭДБ, где-то в радиоузлах, первые МЭЗы, первые МАГи, это были огромные неподъемные магнитофоны которые могли дать представление о магнитной записи и в каких-то технических они в целях использовались Пользоваться ними, видимо, было очень непросто и очень как-то так, да-да-да Трудозаторно? Народ хотел, народ хотел знать, что это такое, поэтому вот мы подойдем сейчас к моему аппарату Что же такое магнитная запись? Везде выходили статьи, что это хорошо, это звук, но реально никто не видел А стоила аппаратура немало, поэтому где-то вот в конце пятидесятых появились первые, вот, доступные для многих организаций профессиональные аппараты это типа тембр и прочее, огромные и мало используемые Тоже большие, довольно-таки... А для народа выпускали попроще, в том числе это и магнитофонная приставка вот одну я принес, называется «Волна» сделана она в шестидесятом году, она выпускалась раньше, это такое треугольное по форме устройство две катушки с магнитной лентой по 100 метров, да, и даже нет своего мотора, свои какие-то функции усиления она ставилась на диск проигрывателя, диск крутился там отверстие соответствующего дела вот это мой один хороший приятель, он еще будучи школьником, ему отец купил за 100 рублей в Ирове в комиссионном магазине но это было уже в 80-е годы, на самом же деле аппарат работает, представьте, ему почти 60 лет и я включил, поставил на радиолу и вот лента, которая рабочим слоем наружу, там детский тонень и голос такой бодро рапортует говорит, сегодня 1 сентября 1964 года я первый раз пошел в школу вот я думаю, вот этот человек, а то он сейчас загадка, а то он вятка, где он, и кем он стал, который записал может он нас услышит то есть предположится, что за 7 лет до этого знаешь, очень многие люди в 1 сентябре 1964 года могли это где-то записать но тем не менее, такую семейную религию, помнят многие, удивляла техника и телевизоры были не у всех, КВН и в принципе другие музыкальные устройства а с помощью этого аппарата записывать то можно? а это была просто игрушка, у нее даже скорость была не определена то есть позже скорости стали фиксированы, это 9 метров в секунду, 19 метров в секунду а здесь диск проигрывается параллельно с этим появились первые гибриды проигрывателя и магнитофона вот у меня в музее есть, я спас из подвала, там чуть не погиб такой очень редкий экспонат называется Яуза, просто Яуза без цифр, это солидного размера чемодан где имеется проигрыватель и тут же вот встроенная подобная приставка лента заправляется под диск проигрыватель, он же выполняет роль маховика а это уже более солидная машина была два в одном, а сколько стоило? стоило рублей, ну с месячную зарплату это однозначно стоило о ценах тоже мы сейчас поговорим, но это было очень редко недоступно это самые продвинутые люди собирали вот, а эта Яуза была извлечена из подвала в магазине на углу Ленина милицейс старая стали, подвал прорвало был и пяток вот я притащил, была у меня выставка в музее Грина я включил работу, лет пятьдесят пять этому аппарату тогда было и мне всю ночь пришлось там интересный чемодан на клиент такой крокодиловой кожей ну кожа конечно молодого дерматина, но под крокодилово поэтому я ничем не брал ни ПВА, ничего я всю ночь феном клеил, но я с утра этот аппарат выставил и имел он успех вот, а первые доступные аппараты, которые представляли интерес для меломанов появились в шестьдесят третьем году самый первый был наверное чай аппарат доступный стоил он сто тридцать два рубля это месячная зарплата довольно примитивное устройство вот меня всегда удивляли эти сцены в советское время либо зубы на полку кладешь на месяц во первых была хорошая нормальная кредитная система не забывай, это было очень просто ты просто приходишь в магазин, оформляешь кредит, идешь на работу тебе дают бухгалтерию и скрафт кредиты ли разочек кредиты ли разочек почему с процентами тоже были кредиты у меня нормальные кредиты были недоступные то есть я почти всю свою технику покупал то что покупал в магазине использовал такую схему учитают тебе там рублей десять в месяц насколько были востребованы эти первые аппараты вот я замечу что очень востребованы потому что появление первых доступных в быту магнитофонов оно совпало именно с появлением первой как бы попозже назвали андеграудной музыкой появились какие-то подпольные певцы типа Галича позднее Радио Северного появился что позднее назвали русским шансоном хотя это было другое это было ну я бы не назвал это какой-то блатной песней но то что не вписывалось в рамки союза советских композиторов и появился джаз ну он был уже появился рок-н-ролл вот наверное уже ближе к этому и стала возможность появилась записывать что-то музыку, которой не было я напомню что не было ни одной музыкальной радиостанции нас с утра до вечера пичкали одними и теми же Кабзоном Зыкиной там ну лучше Майя Престалинская совсем хорошо Шульженко вот ну а что-то послушать поэтому магнитофоны они сразу сметались любила не купить был магазин Мелодия он исчез и там продавали я спросил а что в 50-е дом построить и в 50-х магазин был сразу гармонии, баяны, мандолины, пианино радиоприемник ну тогда это все еще и выпускалось магнитофоны сразу сметали а потом стали делать это отличное качество вот у меня есть музей аппарат называется он Мелодия МГ-57 1957 года это наша копия аппарата Грундит это реверсивный аппарат я уточню что у нас сейчас речь идет о катушечных магнитофонах поколение но воспринимать магнитофон с осетой мы о них попозже поговорим если может Даша и в следующей передаче но катушечники они в то время катушечники они в то время существовали еще и с пластинками с проигрывательными какое то время да это параллельно то есть у многих меломанов была своя значит пол с записью с катушками и свой стеллаж с пластинками вот а а собственно вот мы в прошлой передаче говорили о тех исполнителях которые выпускались на пластинках те же самые на пленке что ли выходили конечно то что писали на ребрах там Элвиса Пресли и прочее можно было вполне цивилизованно записать конечно качество было дай бог там лучшего я вот помню сейчас вот я еще дойду чуть-чуть вот это вот я упомянул мелодия МГ-56 это была копия немецкого Грюнгера а в пятьдесят седьмом году в Германии Грюндик стоил столько же сколько фальсвагенжук вот представьте цену а у нас вот ну это конечно были солидные аппараты такая мелодия была в сельхозинституте еще не академии у нее был длинный путь в итоге она у меня в музее появилась спасена буквально из сарая где она гибла вот и народ стал скупать магнитофоны образовалась целая 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 такая у нас ну скажем магнитофонная культура диаспора людей которые владели это уже было это молодежь в основном была или взрослые такие люди это молодежь потому что вот магнитофон заменял компьютер это было оно в мир потому что ни теле ни радио не давали представления в частности музыки а магнитофон там может быть новостями голосами интересовались меньше потому что даже по тем же голосам слушали вражьи передачи появилась возможность писать музыкальные новин и поэтому человек с магнитофоном он имел оно в мир это был целый процесс представляете аппарат в среднем весил ламповый магнитофон тушечный весил он где-то за 20 килограмм 23 там 29 порой было и поэтому если в школе собирались что-то записать записывали магнитофон подключался к другому магнитофону и вот сколько 45 минут к примеру или полчаса одна сторона тушь или один звучит это ровно столько надо было сидеть и записывать потом переворачивать протирать спиртом или ну или алоном это совсем уже примитивно голов из записывающихся и вот поэтому мы ходили я жил напротив сельхозинститута приятель жил за спорттоварами в деревянном доме выходили мы с магнитофоном я несу 50 даже сколько метров 30 все выдох сопоставил на асфальт он взял подобрал пронес там чуть-чуть на основу и вот приходили а однажды я уже позднее жил в доме на Октябрьском на углу Сваровска вот у меня сосед всю музыку я слушаю ага хорошие вещи слушает и у меня что-то есть идти это надо из подъезда выходить тащить и все и у нас была идея просверлить в стене дырку просунуть шнур из квартиры в квартиру но это еще хорошо Жень ты говоришь за шнуры когда с радио писали многие радиоприемники просто не имели входа микрофоном писали писали с микрофона то есть вот еще микрофончик это такой уточка помнишь такой был пластмасса то есть мало того что прием глушилось же все довольно таки сильно то есть надо было куда-то подальше от города подальше от города радиоприемник ставишь к нему вот этот микрофончик к нему этот огромный магнитофончик качество безумно плохое но все слышно все слышно иногда и подпевали там что-нибудь такое а микрофончик а микрофон включен но это больше дети баловались солидные люди вот мне например очень повезло потому что у меня был магнитофон Айдес стали покупать это скорость девятая раньше особенно Вильнюс первые были гинтерос потом у них была скорость девятнадцать это очень нерационально девятнадцатой скорости вернулись уже в эпоху Олимпов писали на девятой на сторону одной катушки магнитофонной влазила пластин с двух сторон то есть сорок сорок пять минут звучания полугодней я помню этот великолепный запах вот не поверите эту плем она рвалась она была ацетатная ее клеили уксусом то есть магнитофоны всегда они пахли уксусом причем там был запах этой ферритовой ленты запах уксуса запаха машинного масла которым смазывались эти крутящиеся запах этих самых горячих ламп которые безумно грелись в аппаратах и все это создавало такой буэт что вот я до сих пор вспоминаю наверное вот если бы сейчас такой айдеколон делали он бы бывших тинейджеров пользовался бы огромным спросом на стратегический айдеколон а у меня был айдес а потом родительница она преподавала иностранный язык и в сельхозинституте ей выдали служебный микрофон очень хорошего класса это яуза пять это уже две скорости два динамика скорости девятая и девятнадцатая вот а я ну в пятом шестом классе я от микрофона оторвал шнур я как умел спаял штыри были в палец длиной не пяти диновые пятиштринковые а такой один и у меня была студия то есть не надо было носить и вот я на это дело подсел я узнал тогда всех исполнителей я цел каждый день я носил из школы раздувшийся портфель от всех отушек поэтому мне давали перепиши нам 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 все это было бесплатно хотя многие брали деньги за записи особенно с пластинок а вот таких умельцев то было в городе которые оказывали услуги были целые подпольные квартиры где вот люди покупали пластин и по пятьдесят семьдесят рублей надо было убить ну вот у францовщиков и поэтому запись до пяти рублей ну я не помню три рубля полтора за запись диска и были целые явочные квартиры куда люди приходили со своими магнитофонами проигрыватели цепляли по шесть даже по восемь магнитофонов сидели в такой маленькой хрущевской ну я адреса знаю не буду сейчас люди если слышат они вспомнят и поймут записывали поэтому шесть магнитофонов не было круглосуточно шла эта процедура три включали в цепочку да еще самое то интересно что молча нельзя было записывать надо было слушать хотя бы тихонько если там дома находились родственники то это весьма напрягало ну я уже тихонечко у меня днем слава богу вот я записывал и у меня дома была по тем временам фонотека и еще пленка была дефицит это надо было еще попытаться найти да кстати она была она такие рубочки квадратные у них катушки она была трех типов это славич я уже перейду вот второй тип он рвался шестой тип он тоже был цитатный а потом была лента на лавсановой основе она была тоньше не запиливала головку это был уже десятый тип и потом дальше развитие пришло было славич свема и тасма тасма это была самая плохая она осыпалась практически сразу но эти же брали там фотопленку да а свема и славич она вот у меня до сих пор лентам есть по 25 лет я слушаю ну даже не очень часто протираю головку у олимпа потому что вот еще вполне приемлема лента хотя я знаю что критически относятся но западные конечно разные басфы и акфы ленты писали несравненно лучше вот и поэтому это писалось потом это все перезаписывалось да когда уже послушали была первая запись вот самое ценное это считалось когда перед записью слышен шорох запиленный пластин и специально включался магидафон а потом опускалась игночка это в начале магидафон клавиши у меня дома я слушал тихонечко в наушниках не в таких вот а были пластмассовые от детского инструктора радионаушники и я мог слушать но ну хрущевка комнаты смежная ночью невозможна потому что убивало родители в соседней комнате вот эти клавиши бух-бух-бух щелкающие поэтому хорошее качество это слышно о пластин а уж плохое там и слов то не разобрать там да вообще непонятно там битлеты либо риденс либо там с трудом но тем не менее записывали даже на рубках писали там первая запись пластин а позднее писали там откуда на чего фром там электроник это 1003 то есть электроника B101 а еще возникла такая тенденция вот девушки они оформляли эти альбомы свои у них были популярные актеры певцы они что там рисовали а меломаны например есть там какой-то ну битлз там ты записал его и ты рисуешь вот этими же буквами фломастеры тогда стали появляться разрисовывались тушки с ним фотографировались пластинки это было очень там удачно если ты успел снять ты где-то напечатал мутную фотографию ты держишь петлов и наклеиваешь на пробочку где написано там свема или тасмин а еще на тех же упомянутых девочек действовало это? я говорю действовало на девочек привлечь внимание противоположного пола можно было? специально я тогда был шизгара как говорят модный танец а у меня было записано и все в школе танцевали и ни у кого не было вот я один из первых записал на магнитофон и ко мне однажды мартовским вечером такая целая делегация девушек из класса чтобы послушать я помню поил их чаем слушали аят я им ставил и эту музыку и эту девушку они позже прониклись я думаю что у нас и сейчас мои одноклассницы они с удовольствием если бы мы встретимся через много-много лет после школы они с удовольствием ту музыку которая была они будут а желательно на том же на чем тогда и слушали вот я помню что приезжал первый российский битломан Оля Васин такой из Петербурга был он на вятке выступали приезжал это было 90-е когда-то и вот попал ко мне домой он увидел мою яузу а многие выбросили на помойку а у меня работало и сразу предложили тост и весь народ вся музыкальная тусовка чуть не подбрасывали на руках магнитофон кричали ура бросали чепчик и воздух и пили за советскую аппаратуру не поверите вот мы собирались на новый год одного известного писателя который живет чуть ниже театрал и у него была большая квартира но не было музы и несли мой магнитофон и мои записи вот там слушали обратно возвращались утром следующего дня уже и на театрал и гор и были огромные огромные и мы с дуру на этот магнитофон вместо фанер и на нем ездили с горжи и хоть бы что до сих пор работают до сих пор универсальность многих христианских а кроме этого еще люди щедро делились музыкой это сейчас как-то вот принято сидеть и слушать для себя а тогда не у меня есть слушайте все и поэтому я вот впервые Высоцкого услышал в классе в пятом а как услышал из окна магнитофон на окне сидит ну как тогда говорили чувак свесил ноги с подоконника с четвертого этажа и Высоцкий у него поет там про какой-то появился и Вепр огромадный то ли Буйвол то ли Высоцкий вот странно что Галича как-то не очень северного Высоцкого позднее Волна пошла в 80-е подпольно писали эмигрантов вот появился в 83-м из нашего шансона первый это Нори в Токарев мой приятель работал в Аграцебро сочетания там была студия я приносил вот впервые оттуда а до этого вот я со своего лампового например мы уходили играть в футбол под балконом была футбольная поляна у меня удобно было с третьего этажа я ставил музыку ну что-то повеселее там Creedence либо там с бабушкой любили Led Zeppelin что-то не очень не понимали там полчаса могли мяч пинать под мою музыку а записи возможно каких-то местных исполнителей может подпольные записи на концертах какие-то тоже пытались сделать безусловно смотрю вот даже когда мы музыцировали в самом детстве то есть у нас был школьный коллектив у нас был магнитофон мы что-нибудь разучим сыграем запишем потом оформим красиво а то есть распространим то есть конечно использовали да то есть все так делали оформляли нормально конечно интересно бы сейчас найти было такую запись было бы очень забавно а это уже второй этап когда появились первые батареи вот начало в 70-х годах магнитофонные батарейные в 70-х это прежде всего была 20-я Яуза это Романтик в начале просто Романтик потом Романтик 3 потом уже Романтик 304 были там разные орбиты уже полупрофессиональные что там еще было всего я не упомню Весна вот отличная магнитофонная это можно мы в летние каникулы мы играли во дворе мы уже и вечером в домино резались а за этим столом мы играли в благородные игры типа в инга там или в преферанс в покер выносил человек этот магнитофон на батарей и он жрал неимоверно там на полчаса не хватало но мы слушали вот я помню этих очень ранних веселых ребят когда там как это твердят друзья со всех сторон что мол девчонок миллион а я в одну тебя вот я напомнился он где-то записывал потом эти батареи садились магнитофон начинал тянуть он доставал батареи колотил их об стол мял руками чтоб запустить процесс химический ускорить процесс хорошо действительно не зря даже в песне у Сюткина популярно было вот это такое значимое было явление что без магнитофона ты вообще не человек там от холода и ветра дрожит его спина порвалась на гитаре четвертая струна как назло сломался опять магнитофон какой-то там несчастный и что-то еще идет домой пижон сломался магнитофон это ну давайте уже про аэро кассет не-не-не или не дойдем мы да кассет нам еще ехать доехать хорошо давайте все-таки прижемся на небольшую рекламу и вернемся миломанам посвящается как говорится сегодняшняя программа сделана в Вятке напомню что мы в студии находимся вместе с Евгением Питуниным историком крыльедом руководителем музея инженерных наук ВятГУ президентом Вятского литроклуба Николай Горьков тоже здесь у меня зовут продолжим про эру эру популярности катушечников если кто-то еще не в теме то речь еще идет о ламповых катушечных магнитофонах еще мы топчемся где-то на перепуте в 60-х в 70-х это были монофонические магнитофоны без всякого стереозвука был там ламповый зеленый глаз такой же на радиоприемниках когда запись настраиваешь надо было чтобы там не сходились эти границы глаза либо была черточка зеленая все это вот было ламповое дышало там лампами и звук был очень хороший качество стало аппаратов падать в 70-е годы когда вот пошли уже первые там мои популярные кометы в обществе да и вообще так да в ту пору так бы статус и рейтинг в школе это сейчас там пытались удешевить что ли да конечно да видимо вся эта бытовая техника она стоила не меньше месячной зарплаты гораздо больше рублей двести самые простые стоили сто тридцать хороший магнинофон двести рублей а средняя зарплата была от 100 ну 200 это было вот недавно было пожарных там еще в конце семидесятых была под восемьдесят рублей зарплата поэтому не все могли позволить кто-то завидовал кто-то копил деньги на магнинофон но вот сейчас криминация сейчас составляющая была когда вот украдут ну и замучиваются тащить его если его крали крали конечно был другое дело что вот все равно это где-то появлялось боле зрения и там уже были нормальные разборки без всякой милиции был комиссионный магазин такой вот где-то на у Орла Маркса и Азина он еще первый был там огромное было огромное собрание на продажу магнитофонов и даже импорт мы ходили на экскурсию потому что ну в ЦУМе в магазинах так уж не очень много и в основном не ходовые модели позднее вот мои и там двести третьи они расхватывались еще будучи едва завезенными лежали кометы там еще что-то маленькие такие которые совсем маленькие вот такие же на соточку ну сколько они сантиметров двадцать на двадцать катушечник лира двести шесть мета двести шесть они игрушка в основном была они до того были ненадежные что их уже заводы обратно вынуждены были принимать но вот сейчас в школьной и меряются у кого гаджет лучше у кого там айфон круче а тогда магнитофон у меня там целая комета ламповая три скорости крутейшие зато тащите у меня яоза тоже нехило у кого-то вот рейтинг все и вот магнитофон ну уж там родители на чего могли купить я помню ставили в тупик учительницу сейчас общество знания было общество ведения у нас у нас у нас в СССР нету частной собственности все вообще у меня вот есть магнитофон он мой собственный я ему никому не отдам я надолго там плела что это твоя личная собственность долго выкручивала вот если ты будешь получать прибыль писать на нем там за деньги он уже станет не личная частная собственность представляете да степень маразма и это как бы у тебя его отнимут вот действительно тогда могли наверное и за и это но я не помню прецедентов чтобы там за что-то хотя неофициально полуофициально приходили в обкомы комсомолы нежелательные музыкальные группы нежелательные исполнители и наши отечественные это уже чуть позже чтобы изымали но это вот уже позже когда там были подпольные студии записи о них мы еще дойдем много их было ну в Кирове немного но всем хватало вот появились уже магнитофоны транзисторы они были полегче дизайн был попроще вот качество стало падать вот появилась стереозапись первые стереомагнитофоны Юпитер стерео появились в 1975 году и впервые их выставили в старом Нермаге там был отдел радиоаппаратуры тоже по безумной цене наверное писали они плохо нам говорили о я вот обязательно куплю потому что что там на пластин и деньги тратить все стереопатушки ленты опять же не было хорошей и поэтому а то был предан винилу они и остались преданы винилу до той поры магнитофоны все были очень плохого качества это второй и третий класс первый класс это были страшно дорогие аппараты или эти там ростовы и прочее они стояли в юном технике даже даже неисправные по 500 рублей а напомните где юный техник находился юный техник находился вначале на на коммунию на коммунию тогда еще на коммунию на коммунию на Ленина потом он был на Сурикова и Некрасова а потом на Ленина и советскому там уже это вот там продавалась альдица об этом тоже чуть похуже поэтому вот магнитофоны как-то писали все равно все писали музыку а где взять вот например концерт Высоцкого Религист записал в Париже, там были отличные вещи, у нас их невозможно было нигде, у нас не выпускали, а тогда баллады о детстве, там, короче, крепнейшие вещи, слушай, все танцы проходили под магнитофон обычно в школе, ну как там, диджея же не было, пластинки ставить, а какой-то, это, ВИА приглашали на праздник, и поэтому тащили магнитофоны, тащили эти инаковские колонны, и на аппаратуру ставили, вот были люди продвинутые, которые, да любую у нас была фотогазета, и там, в общем-то, на всех собраниях комсомольских через эпидиас показывали рисованные, не фото, рисованные картины, вот слайды, а музыку надо было, вот тоже тут бирали, использовали, везде в радиоузлах, было вот в Сельхозинституте огромный радиоузел, стояли тембры, кометы, и все, вот до сих пор еще я встречаюсь с директором этого радиоузла, великолепный Борис Иванович такой, если он слушает, то большой привет, что он сохранил столь аппаратуры, и умел, и интерес породил, и грамотные отношения, чтобы не бить, не гнобить технику, а правильно вот ее содержать, смазывать, протирать, все надо было иметь. я так понимаю, уже, что касается катушечных магнитофонов, этих бобин, то есть уже таких точек в городе не было, когда можно было прийти, что-то там уникальное купить, мы вот просто вспоминали скверт, да, в том, что передача, как-то уже брали, перезаписывали. вот только явочные квартиры, где проигрыватели записывали, ну, они тоже боялись, что вот разоблачат, там, эгоузел, нет, Жень, смотри, во-первых, каждый человек, который занимался винилом, у него был круг клиентов, да, то есть люди, которые знали, что, да, там, такое-то, такое-то, купил только диск свеженький, да, тут же идет очередь, надо переписать, ну, ну, не знаю, я не считаю, что 5 рублей это дорого, то есть большинство людей платили по 5, друзья платили по 3, но платили все равно, да, потому что если я затратил 80 рублей за пластинку, то мне надо же как-то подсушать. Да, даже 3 отдашь, а потом на школьных завтраках по 50 копеек. Ну, как-то так все экономилось, придумывали какую-то, то есть как таковых вот писали, переписывали пластинки на катушке, да, 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 то есть как таковых центров вот каких-то не было, но вот были люди, да, которые ну, занимались винилом, да. Иногда уже запишешь за 3, а потом он проникнется и что, ну, давай на вторую сторону, вот выбирай. Да нет, ну господи, все в конце концов сдрушивались коллективом. В общем, не в обиде, не было такого. И вот мы плавно-плавно подходим. Ну, еще чуть-чуть объяснёмся, что вот перестройка, оперативы и прочее. Тут же появились студии записи. Они моментально выросли, вся вот эта подпольная запись. Прямо студии, студии настоящие, с хорошим образом. Вначале они были довольно примитивные, в подвалах где-то, в какой-то общаге, в подвале, трубы вот эти подвальные, мрачные, то есть там ничего. А потом они, видимо, зарабатывали и плодились. И появлялась хорошая аппаратура. Вначале писали на хорошие отушечные магнитофоны на Олимпы. Вот об Олимпах идём вот. В 80-м годах у нас не было хороших магнитофонов. Высший класс выпускали в Иеве всего лишь тысячу аппаратов. Это Маяк 001. И была нехватка. Поэтому в Олимпиаде 80 решили сделать магнитофон. Попался поле зрения наш завод Лепси. И вот с магнитофона Риос, в общем-то, не опи, а в разработке дизайна участвовал наш Андрей Позняков, дизайнер авиации. Вот поэтому в 80-е появилось чудо техни и вершина записи этого магнитофона Олимпы. Это не ржавая копейка. Это была статусная машина. Вот продавали машины, продавали всё, что угодно, чтобы купить. Единственное, что у нас там в Иеве нам везло было. Немного очень некондиции. Плохая сборка, возврат, упавшие, нерабочие и прочее. И они продавались в том же ином технике по 400 рублей. Очереди занимались с ночи, стояли до утра. И вот на Олимпе были километровые очень красивые бобины. Сейчас вот у нас даже студия аналогового звука в университете появилась, где можно прийти послушать. Многие даже не представляют что такое. Олимп это был действительно стационарный уже. Вертикальный магнитофон, где звук был не хуже, чем на пластинке, а на хорошей ленте. Вот не поверите, даже лучше, чем с винилом звучало. Но пока это Олимпа уже можно было писать как с винилом. На чём? Без лучшего базы качества. Писали на 19-й скорости. Вот тогда-то фанатей лучше ничего не придумали. И в студии звукозаписи появились эти Олимпы. Можно было записать всё, что хотелось и что-то не мог найти. Это сейчас там тебе хочется. Взбрело в голову, посмотрел в интернате, нашёл и всё. И вот на этом, пожалуй, разрабатывали Олимпы. Была четвёртая модель, чуть упрощенная, без реверса. То есть играл в одну сторону. Пятая, 0-5-0-5-S-1. Это уже были в теории первоклассники. Дотянули до высшего класса. Это шестой легендарный Олимп, которого практически никто не видел живьём. Полупрофи 700-е. Были планы, 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 планы. Но прогресс шёл вперёд. Открыли границы. Хлынули компакт-диски. И, ну, сеты с другой стороны. И всё упало. И эпоха тушечных магнитофонов закончилась в городе Ирове. На магнитофоне Олимп, я считаю, это был где-то уже конец... Средина девяностых. А там уже пошёл спад. А сейчас всё это возрождается. Сейчас люди грамотные, понимающие, снова понимают, ищут Олимпы. Есть у нас в Ирове центр технический, где можно купить, где можно ваш Олимп восстановить. Вот. Пользуются они спросом. В интернетах сейчас у нас на Авито в Ирове посмотрим, что там от 15 тысяч Олимп стоит, да и старые магнитофоны. Вот если у кого-то есть, конечно, не нужно. Мало ли, любой магнитофон где-то дома завалялся, буду признателен для музея инженерных наук Вятского университета. Приносите. Это дом политпросвета бывший. Преображен С-41. Можно даже на лахте оставить. Буду рад. Если записку поставить, я напишу из вашей адресы. Но это я так, пользуясь, что ещё 30 секунд есть, я не удержался. Итак, через две недели мы продолжим наш разговор, я думаю. Чтобы у нас ещё не успели мы о знаменитых осетниках поговорить. О гетто-пластерах, о шарпах, привезённых с вами там из организма. Да-да-да. Давайте продолжим ровно через две недели, да, в нашей студии в это же время. Но я думаю, что мы нашим слушателям даём возможность... Сейчас бы точку поставить, поставить бы петушку и купить хорошую музыку. А давайте подготовимся к следующему эфиру, и что же поставим? Без проблем шарп принесут. Да. Давайте. Будем слушать. Давайте. Спасибо, Евгений Питунин, Николай Голиков. Меня зовут Владимир Скентарин. Прощаемся на этом. На этом, да. Всего доброго. Хорошей пятницы. На понедельник. Да, и хорошей пятницы. Удачи. Прекрасных выходных.